Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юбилейный 20-й. В Барнауле стартовал Шукшинский кинофестиваль. Просто рисунки или новый способ шифровки наркозакладчиков? Краевую столицу заполонили загадочные надписи. Жизнь в окружении цветов. Сегодня профессиональный праздник у людей самой ароматной и цветущей профессии – флористов. Очередной ураган обрушился на село в трех районах края. Из-за стихии минувшей ночью без электроснабжения остались жители семи населенных пунктов в Тогульском, Салтонском и Целинном районах. Ураганный ветер валил деревья и обрывал линии электропередач. В результате в селе Целинном повреждена кровля крыши, школа и крыша на многоквартирном жилом доме. Пострадавших нет. По данным службы регионального МЧС, электроснабжение в селах восстановлено. Аварийно-спасательные подразделения ведут работы по устранению последствий стихии. К другим темам. Прием документов на регистрацию кандидатов в губернатор Алтайского края завершается на этой неделе. Пока ни один из шести заявленных претендентов на высокий пост еще не сдал необходимых документов. В настоящее время о желании занять пост главы региона заявили шесть выдвиженцев. Из них продолжат избирательную гонку только те, кто сможет преодолеть муниципальный фильтр. Набрать не менее 534 подписи местных депутатов и глав поселений. В честь 28 июля 18.00 завершается прием документов от кандидатов на должность губернатора Алтайского края для регистрации. Это означает, что для того, чтобы в дальнейшем данный вопрос был рассмотрен, кандидаты в том числе должны представить полный пакет документов, насыщенных, собранными в их поддержку подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, выборы глав муниципальных образований, а также документы, связанные с представлением трех кандидатур на должность чинов Совета Федерации, Федеральном собрании России. Кроме того, с завтрашнего дня начинается прием заявлений от граждан, которые хотят проголосовать на участке по месту своего нахождения. Подать такой документ избиратели смогут до 5 сентября в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ или через сайт госуслуг. Напомним, в единый день голосования 9 сентября откроются почти 1800 избирательных участков. 141 из них будет оснащен видеокамерами. Любой желающий сможет наблюдать за ходом выборов и подсчетом голосов. Два факта отказа в медицинской помощи закончились смертью пациентов за последние 10 дней. Оба случая под пристальным вниманием следственных органов. Продолжит тему Юлия Демидова. Первый случай произошел на прошлой неделе. 34-летнему Денису Крупскому стало плохо на берегу Катуни. Медики не оказали ему необходимой помощи. Через несколько часов Барнаулец скончался. В Минздраве края планируют провести проверку и установить, что именно нарушено – технологии оказания или качество помощи. В настоящее время из Алтайского района запрошены необходимые документы, аудиозаписи переговоров диспетчеров. Устанавливается бригада, работавшая на выезде. Мы сейчас же еще выводы никакие не делаем, потому что мы не знаем, что там было, что было вообще с пациентом, имело ли какие-то хронические ранние заболевания, может, ему вообще было противопоказано выезжать, нарушать диету. Сейчас преждевременно об этом говорить, но я считаю, что никаких проблем с оказанием медицинской помощи на территории Алтайского района в настоящее время нет. Скорая работает, неотложная помощь оказывается. Кроме того, весь медицинский пункт, конкретно на Бирюзовой Катуни, который тоже работает на оказание как плановой, так и неотложной медицинской помощи. Второй эпизод со смертельным исходом, в котором фигурируют врачи, случился в Барнауле. 56-летнему пациенту не оказали медицинскую помощь. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в 12-ю городскую больницу. Дежурный врач-терапевт отказал ему в госпитализации. Через несколько часов пациент скончался уже в другой больнице. Об этом на одном из интернет-ресурсов рассказала дочь погибшего. По данному сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действия медицинского работника на предмет несвоевременного оказания квалифицированной помощи пациенту. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Наши новости продолжают следить за расследованием обстоятельств обоих трагических случаев. Юлия Демидова, Павел Лауронин. Наши новости. В Барнауле сегодня стартовало главное культурное событие лета. Первым мероприятием в рамках шукшинских дней на Алтае стала традиционная встреча возле памятника Василию Макаровичу в краевой столице. Гостей приветствовал в Рио губернатора Виктор Томенко. Я вас приглашаю всех постараться найти возможность там побывать. Ну, а всех сегодня собравшихся, всех, кто готовил фестиваль, всех, кто в нем участвует, всех, кто радуется его проведению, всех хочу еще раз искренне поздравить с открытием фестиваля. Спасибо вам. Программа мероприятий, как всегда, насыщенная. Все дни будут наполнены встречами, выступлениями, дискуссиями, выставками, спектаклями, показами новых фильмов. В этом году кинофестиваль исполняется 20 лет. В основную конкурсную программу вошло 10 фильмов. Всего заявок поступило более 80 из 15 городов России. Показы основной конкурсной программы пройдут с 24 по 28 июля в Барнаульских кинотеатрах «Пионеры премьера», а также в Подпелихе, Кулунде, Благовещенке, Зминогорске и Камни-Нааби. Кроме того, почти во всех городах края состоятся встречи с писателями и пройдут спектакли. Например, актер Федор Добронравов исполнит сразу 9 ролей в спектакле «Чудики». Почетными гостями фестиваля в этом году также стали кинорежиссер Виктор Мерешко, польский писатель Януш Вишневский и актер Аркадий Инин. Многие из них приезжают на Алтай не впервые. С особым теплом говорят об этих местах. «Честно говоря, я так ждал этого визита сюда, думаю, господи, приду, поклонюсь и Василию Макаровичу, и вам. Вот смотрите, сколько вас здесь собралось. Вас же никто не заставлял, правда, нет же? Вы сами пришли, молодцы какие, а? Завершится Шукшинский кинофестиваль традиционно на родине Василия Макаровича в селе Сростки. А главным подарком станет концерт певицы Пелагеи на горе Пикет. В Барнауле прямо в центре города стали появляться загадочные надписи. Жители города предполагают, что закладчики наркотиков придумали новый способ шифровки, оставляя знаки прямо на жилых домах. Ирина Корчагина встретилась с общественниками, которые вот уже несколько лет ведут борьбу с подобной наскальной живописью. Подробнее в сюжете. Угли. То ли речь о древесных углях, то ли о другом топливе человеческом, таком как спайс, микс или соль. И все бы ничего, если бы в Барнауле была пара таких надписей. Но рисунки зашли слишком далеко. Появляются под крышами домов, на детских площадках. Несколько десятков записей прямо в центре города. Чаще послания можно увидеть в местах скопления молодежи. В общежитиях, возле учебных учреждений. Например, здесь, возле Алтайского госколледжа, еще пару дней назад была большая надпись «Угли». Это единственная надпись, которую закрасили. В региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков сообщает, что пока не могут с полной уверенностью говорить, что речь идет о рекламе наркотических средств. Но мистическими надписями уже заинтересовались. Константин в сфере наркотиков тертый калач. В Заринске и в Барнауле он постоянно выходит на борьбу с настенной живописью закладчиков. Знает всю схему изнутри. Но даже его угли смутили. Я 10 лет уже занимаюсь этой проблематикой, проблематикой наркомании, алкоголизма. И вот в последнее время какие-то странные надписи начали появляться. У меня просто тревожит эта тенденция. Конкретно об этой надписи я ничего не знаю, но просто так их не пишут по всему городу. СК Сакашин – это скорость, соль, которая сейчас, ну, в простонародье она, в которой люди вообще сходят с ума за полгода. Такой наркотик. Ну и россыпь тоже. Это можно видеть много видео, как спайс называется, как люди там под ним кувыркаются. Вот этот магазин продает эти виды наркотиков. В июне активисты движения «Антидилер» закрасили несколько записей в поселке Восточный. Но адреса сайтов появляются снова и снова. Это один из них. Для удобства администраторы разделяют клиентов по районам, пишут о ценах и способах покупки. Здесь же небольшая биржа труда. Требуются графитчики. Цена за одну надпись – 100 рублей. Возможно, оплата товаром. Странно. Если закладчики наркотиков получают реальный уголовный срок до 20 лет, то так называемые драг-промоутеры отделываются легким испугом. Пропаганда, либо незаконная реклама наркотических средств, психотропов, также новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Даже если загадочные угли – всего лишь безобидное баловство подростков, а не привлечение клиентуры в наркобизнес, управляющие компании обязаны закрашивать надписи. Но вот уже несколько недель подряд этого не происходит. А значит, пока к ответственности за неисполнение обязательств следует привлекать их. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Павел Лаурнин. Наши новости. На этой неделе состоится суд над двумя заринскими подростками, которых подозревают в причастности к изнасилованию 10-летнего мальчика. Не исключено, что несовершеннолетних определят специализированное учреждение закрытого типа. Напомним, шокирующий инцидент произошел в конце июня в пригороде Заринска. О нем нашему телеканалу рассказала мама пострадавшего мальчика. По словам женщины, ее младшего сына напоили и изнасиловали двое 13-летних подростков. Женщина обратилась в правоохранительные органы, а затем и в следственный комитет. Он после доследственной проверки факт надругательства 13-летними признал. Но поскольку они являются лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, передал уголовное дело в полицию Заринска. Сейчас городское подразделение МВД по делам несовершеннолетних готовит суд, ходатайство о помещении виновных в спецшколу. Судебное заседание, где решится судьба подростков, состоится на этой неделе. А теперь к позитивной новости. Их жизнь окружена матиолами, русскусами и вербенами. Сегодня профессиональный праздник у людей самой ароматной и цветущей профессии – флористов. Наш корреспондент Елена Кузовкина пыталась выяснить, каждый ли человек способен создавать красивые букеты и можно ли по цвету волос и характеру адресата формировать цветочные композиции. Каждое утро Татьяны Чистяковой начинается с ярких красок и свежих ароматов. В небольшой оранжереи соседствуют миниатюрные ромашки и роскошные герберы. В букете они будут гармонично дополнять друг друга. Конечно, если за дело возьмется флорист. Татьяна пришла в профессию пять лет назад, без опыта. Тогда ей казалось, что названий цветов безмерно много. Сейчас девушка с легкостью перечисляет состав букета, ее слова звучат как заклинание. Тут помимо розы, всем известной, кустовая роза, эустома, матиола, вероника, ванда. Это все в одном букете? Это все в одном букете. Также хризантема и в качестве зелени русскус Израиль. Интересно, что и цветы под властной моде. Флористы за ней постоянно следят. Например, сейчас в тренде объемные букеты с фактурной упаковкой. А вот привычные хризантемы и розы на цветочном рынке уступили место экзотическим растениям. У нас главный цветок – это лилия. Мы выбрали эустомку, это экзотичный цветок, чтобы вот эти тычиночки повторяли. И также уцеллозии. И получается, все смотрится гармонично в букете. То есть, получается, человек с отсутствием какого-то вкуса и гармонии, он не может стать флористом? Нет, любой человек, я считаю, может стать флористом. Это сложно, но я думаю, что просто большой труд. Флористы с удовольствием делятся секретами, как сохранить благоухающий вид срезанных цветов. Например, можно купить специальные средства, которые добавляют в воду, и они убивают вредные бактерии. Есть и другие весьма простые хитрости. Я одна из тех редких женщин, которая не любит розы. Считаю, эти цветы очень капризны. Оказывается, я просто не умею за ними правильно ухаживать. Специалисты говорят, прежде чем поставить розу в воду, необходимо ее немного подрезать ножом и под углом. Настоящий профессионал способен создать букет по описанию человека или по фотографии. Получается, что грамотный флорист еще и психолог. Бывает, люди приходят и говорят, что женщина, например, рыжая, какой-то возраст у нее, она любит, например, кошек. И мы, исходя из этих данных, собираем букет. День флориста в России отмечают с 2009 года. Татьяна и Анастасия признались, лучший подарок для них – цветы. И они вокруг, а значит, каждый рабочий день – праздник. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Экосибирь» просто и выгодно. В этом году спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 25 июля в крае пасмурно. Местами пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. В Бийске днем всего около 16 градусов выше нуля. В Славгороде Тольменке и Камни на Аби плюс 19. До 20 тепла ожидается в Олейске. В Барнауле ночью без осадков и около 13 градусов выше нуля. Днем до плюс 18. Временами дождь. На этом у меня все новости. Телефон редакции в Барнауле 722 440. Всего вам самого доброго и до встречи. Владимир Рублевский на фронте с 43-го года. В 44-м в составе передовой группы под сильным огнем противника сержант преодолел реку Западная Двина. Участвовал в боях по захвату и расширению плацдарма на левом ее берегу. Погиб в следующем бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Продолжение следует... Продолжение следует...